Советский Союз с Афганистаном связывали давние узы. В апреле 1919 года афганский король Амануллахан установил дипломатические отношения с новыми московскими властями, что позволило им открыть пять консульств. 28 февраля 1921 года были подписаны мирный договор и соглашение о сотрудничестве, после чего Советский Союз принял участие в создании в Афганистане линии телеграфной связи. Ежегодная субсидия, выплачиваемая шаху Советским Союзом, составляла 500 тысяч долларов. Все эти шаги свидетельствовали о намерениях советских руководителей не только обеспечить противовес английскому влиянию в Афганистане, но и распространить революцию на страны, находившиеся под колониальным и полуколониальным господством. Так, в ходе съезда народов Востока, проходившего с 1 по 8 сентября 1920 года в Баку, руководящие работники Коминтерна, рассчитывая, что антиколониалистические и антиимпериалистические лозунги, способные привлечь в их лагерь углентенные нации, выступили с заявлением, где вместо понятия «классовая борьба» фигурировал термин «джихад» – «священная война». Имеются сведения, что в этом съезде принимали участие трое афганцев Агазаде от афганских коммунистов, Азим от так называемых «беспартийных» и Карададжиев, который впоследствии стал представителем беспартийных в Конгрессе интернационала. А так, в резолюциях 4-го Конгресса Коминтерна, который открылся 7 ноября 1922 года, содержался призыв к ослаблению империалистических держав путем создания единого антиимпериалистического фронта. Тем же временем советские войска под командованием одного из руководителей Красной Армии, Михаила Васильевича Фрунзе, который, кстати сказать, участвовал в подавлении украинского анархистского движения под предводительством Нестор Махно, амиксировал в сентябре 1920 года Бухарское ханство, входившее одно время в состав Королевства Афганистан. Одновременно Красная Армия расширяла военные операции против местных дэххан, так называемых басмачей или бандитов, упорно не желавших мириться сначала с русским, а позднее с большевистским владычеством в этом среднеазиатском регионе. Прибегая примерно к тем же самым методам, которые использовались против мятежного крестьянства в России. Окончательное присоединение этого региона состоялось в 1924 году. Хотя и после этого борьба не затихала, а миллион басмачей нашли пристанище в Афганистане. И лишь в 1933 году Красной Армии удалось наконец окончательно подавить сопротивление басмачей. Тем временем уже ощутимо чувствовалось влияние коммунистов на правящие круги в Афганистане. Немало афганских офицеров направлялись в военные учебные заведения СССР, параллельно занимались подпольной деятельностью и так называемые советские дипломаты и специалисты. За подобную деятельность были высланы из страны один военный атташе и несколько инженеров. Существуют свидетельства присутствия в Афганистане и агентов ГПУ, в частности, Георгия Агабекова, сотрудника ЧК с 1920 года, который был внедрен в иностранный отдел, став таким образом нелегальным резидентом, сначала в Кабуле, затем в Стамбуле, где продолжался заниматься Афганистаном, вплоть до своего разрыва с ГПУ в 1930 году. В 1929 году Аманулла приступил к проведению аграрной реформы. Одновременно велась антирелигиозная кампания. Законы были скопированы из законодательной системы турецкого реформатора Кемаля Ататюрка и послужили причиной крестьянского восстания под руководством сына водоноса Бача Исакао, которая и свергла режим Амануллы. Поначалу Коминтерм воспринял это восстание как антикапиталистическое. Позже СССР помог войскам прежнего режима под командованием афганского посла в Москве Гулям Набихана вновь вернуться в Афганистан. Советские войска, отброшенные ташкентские соединения, поддерживаемые с воздуха авиацией в афганской военной униформе, вошли в Афганистан. Пять тысяч афганцев, представлявших правительственные вооруженные силы, были убиты. Любого попадавшегося на пути мирного крестьянина казнили на месте. Амануллахан и Гулям Набихан бежали за границу. На том советская помощь прекратилась. Тогда во вглаве афганской армии встал спешно вернувшийся из Франции, где жил в изгнании, Надир Шах. Знать и племенные старейшины провозгласили его законным монархом. А сын водоноса Бача Исакао, поначалу скрывавшийся, был арестован казнём. Надир Шах пытался договориться как с англичанами, так и с Советским Союзом. Его признали и выслушали в Москве в обмен на обещание с его стороны прекратить поддержку мятежных басмачей. Предводителя басмачей Ибрагим Бека силами афганской армии оттеснили на территорию СССР, где он был арестован и казнён. Новый договор о ненападении между Кабуом и Москвой был написан 24 июня 1931 года. Надир Шах погиб от руки какого-то студента и в 1933 году королём страны стал его сын Захир Шах. После 1945 года Афганистан пережил несколько волн модернизации, плоды которых почувствовались главным образом в столице. В жизнь притворялись пятилетние и семилетние планы. Были заключены новые соглашения о дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом. В частности, договор, подписанный в декабре 1955 года, провозглашал принцип невмешательства во внутренние дела друг друга. А тем временем в Афганистан для оказания помощи в модернизации афганской армии прибывало всё больше советников из СССР. Принц Мухаммед Дауд, двоюродный брат короля и премьер-министр, находился у власти с 1953 по 1963 год. Он принимал участие в создании движения «Неприсоединение». Со временем влияние СССР на страну становилось решающим. Советские советники внедрялись в армию и во все ключевые области жизни Афганистана. Почти все экономические соглашения отдавали исключительное предпочтение отношениям с СССР, несмотря на то, что принц регулярно предпринимал попытки добиться сближения с Соединёнными Штатами. В 1963 году он был отстранён от власти Захир Шахом, который с тех пор значительно укрепил своё положение. На протяжении десятилетия по 1973 год Захир пытался превратить режим в конституционную монархию. Были легализированы политические партии, а в январе 1965 года в стране впервые прошли свободные выборы. Второе голосование было проведено в 1969 году. В результате выборов большинство голосов было отдано в пользу местной знати и групп, поддерживающих правительство. Афганистан явно усваивал западноевропейский образ жизни и вступал на путь обновления и модернизации, хотя тогда его ещё нельзя было назвать по-настоящему демократической страной. Режим королевской власти был далёк от совершенства. Он грешил чванством, основывался на привилегиях, нередко оказывался коррумпированным, подчёркивает Майкл Барри. И всё же он не был погружён в пучину варварства, хотя афганские коммунисты любили изображать дело именно так. Кроме того, ещё с 1905 года монархия отменила пытки, а в стране перестали применять даже телесные наказания, предусмотренные шариатом. По сравнению с этим коммунистический режим представляет собой возвращение назад к варварству.